Друзья, всем привет! С вами компания Скандинавские бани и Дома, и я Николай Скороходов. Сегодня мы снимаем видеообзор вот этой замечательной баньки Швеции, прям в нашем новом втором цехе. Мы не смогли ее просто так отправить нашему клиенту, а решили снять обзор, потому что в этой бане есть кое-что интересное. Так что, внимание! Погнали! Итак, друзья, начнем, как всегда, традиционно, с размера в бане. 4,8 длина, 2,6 высота, 2,4 ширина, то есть габаритный размер. Почему 4,8? Потому что у клиента на участке это максимальный размер, который мы могли бы установить. Вот. Прежде всего, еще бросается в глаза этой Швеции, это отделка, комбинированная отделка. То есть здесь мы видим это профнастил S8, а здесь фальшбрус. То есть это пожелание нашего заказчика, но мы его воплотили, и мне нравится, потому что вот эта вот комбинация вообще четко зашла. Второе, друзья, это вот это здоровенное панорамное окно. Оно впарную, оно выполнено из закаленного стекла, это однокамерный стеклопакет. То есть здесь закаленное стекло и изнутри закаленное стекло. Это очень важно, потому что при разнице температуры, если водичка попадет на стекло, обычно стекло лопнет. Ну, а здесь оно все-таки против удара защищает. Ну, и самое интересное, что открывается вид как из парной, так и туда. Вот я прям как в музее нахожусь, смотрю там на фишки, которые сделаны, классная печка там, но о ней позже. Также на главном фасаде мы видим светодиодную подсветку, она во всю длину бани, и традиционные у Швеции архитектурные выступы, которые расположены снизу и вверху. Торцевой фасад этой бани выполнен тоже из профлиста. Да, полностью закрыли его. Здесь расположен у нас водной щит. Кабели мы вытянули вниз для удобства подключения, чтобы не было никаких гофр по фасаду бани. Есть окно, оно 500 на 500. Окно это для проветривания комнаты отдыха. Задний фасад тоже полностью из профлиста. Здесь вентиляция комнаты отдыха. Вентиляция БАСТУ. И также есть окно для залпового проветривания в парную. Окно 400 на 400. Да, и друзья, здесь хочу сказать, что эта баня будет работать на коммерцию. Поэтому топку сделали снаружи. Это замечательная печка атмосфера Элька. Окна во всей бане выполнены с ламинацией. Это RAL 7024, односторонняя ламинация. Это окно выполнено для того, чтобы расширить комнату отдыха и побольше туда, чтобы свет проник. Есть дверь, дверной профиль, три петли, 1900 на 700. Пойдемте посмотрим, что внутри. Итак, друзья, мы внутри комнаты отдыха. Присяду, расскажу вам про нее. Она небольшая, размеры 1,4 на 2 метра, высота 2,2. Эта баня будет сдаваться вместе с домом. Поэтому посидеть с друзьями можно в доме. Она рассчитана для того, чтобы здесь можно было переодеться и отдохнуть после баньки. Начнем с отделки комнаты отдыха. То есть, стены у нас здесь выполнены полностью из сосновой вагонки. Это штиль, профиль 110. Интересно смотрится. Наличники деревянные. На полу у нас базовая комплектация. Это шпунтованная доска сосна. Освещение здесь IP65 капельком. Есть вентиляция. Розетка для подзарядки телефонов, либо для чайника. Угловая вместительная лавка. Она прочная, сподвесная. Также есть стол размерами 600 на 1200. То есть, ну, в принципе, здесь можно вдвоем и посидеть. Да, и друзья, в комнате отдыха еще установлены здесь наверху оборудование для термолет-подсветки. Потому что там его нельзя устанавливать. Установили здесь, на такую пластинку миниелита, керамические трубочки. Потому что это оборудование греется, чтобы охлаждалось. Сейчас мы находимся в цехе. Ребята сейчас заделают декоративную коробку, чтобы это не так бросалось в глаза. А термолет-подсветку мы сделали с помощью вот такого пульта на максималку. Потому что можно сделать потускнее, поярче. Но сделали на максималку для того, чтобы получилась хорошая съемка. Что же, друзья, пойдемте посмотрим, что в парной. Кстати, дверь здесь три петли, восьмерочка, бронза серая. Классно смотрится. Так, друзья, ну вот на парную это место здесь не пожалели. Потому что длина парной 2,5 метра, ширина 2, высота 2,2. И плюс еще вот это здоровенное окно. Просто здесь кажется, что это просто кубатура зашкаливает. Отделка парной выполнена из кедровой вагонки. Мы ее предварительно покрасили вот в такой вот цвет, затемнили. Потому что баня будет работать на коммерции. На коммерции самое важное, чтобы она прослужила как можно больше без ремонтов. И оставался ее первозданный вид. Поэтому это очень поможет. Полок выполнен тоже из кедра. Ширина его 800, а вот длина зашкаливает. То есть 2,5 метра. То есть тут самый рослый клиент может спокойно расслабиться. В дополнение к этому полку сделали вот такую лавку. Лавка идет размерами 1700, высота ее 450. Можно на ней сидеть, можно использовать как ступеньку. И еще дополнительно сделали табурет. Но это уже по желанию нашего заказчика. По желанию заказчика в парной установили вот такой вот бак. Он имеет крышку. Он для холодной воды, из пластика. Для того, чтобы можно было себя охладить прямо здесь в парной. Этого бояться не нужно, потому что пол здесь проливной. Одна из фишек этой парной. Это наш фирменный паркет, выполненный из лиственницы. Вот такие вот щиты, которые можно всегда поднять, проверить, посмотреть, сделать ревизию. Просушить и обратно вставить. Освещение в этой парной выполнено в двух сценариях. Первой клавишей с комнаты отдыха управляется вот этот вот линдер, обычный для бани-саун. А второй клавишей управляется термолет-подсветка. Первая подсветка вот этого можжевелого панно во всю длину 2,5 метра. А вторая это подсветка полков. Кстати, здесь есть вентиляция Басту. Клапан мы спрятали. Кстати, вышел он у нас прямо сюда. Поэтому клапан был выполнен из можжевельника. Ну что, друзья, теперь самое вкусненькое. Это печь. Печь здесь стоит не простая, а реально золотая. Шучу. Она из чугуна. Литой чугун жаростойкий. Здесь эта печь имеет открытую и закрытую каменку. Это атмосфера Элька. Она рассчитана до 24 кубов. Имеет закрытую каменку из нержавеющей стали. А также паровую пушку. Эта баня может работать в трех режимах. Режим сауна, режим хамам и режим русская баня. Объем закрытой каменки здесь 18 литров. Масса камней в каменке 25-30 килограмм. Ну, в зависимости, какая фракция у вас попадется. Объем топки 54 литра. И масса камней вместе с ламелями 225 килограмм. Просто чума. Печка может поставляться в двух вариантах. А может быть и в трех. Я точно уже не помню. Но точно знаю, что бывает это печь в сетке. И здесь мы заказали ее в ламелях. Это камень. Вот эта ламелька. Цвет, кстати, называется окаменевшее дерево. Она зафиксирована на нержавеющей пластинке. И каждая здесь навешана. Просто классно смотрится. Долго будет сохранять свой первозданный вид. Потому что на ней не будет видно там ни капелек, ничего другого. Как, допустим, на шлифованном темном камне сразу видны капли. Здесь их не будет видно. И также установлен вот такой вот экономайзер. Он в цвет к печи. То есть с него мы тоже снимаем энергию. Дымоход, как всегда, от компании Ferrum. Он в черном цвете. Здесь нержавеющий лист. Юбку еще не ставили. Ну и самое интересное, что здесь облицовку печного угла мы сделали в рваном камне. Это тоже только хлорид, на котором и стоит печь. Там только плитка 300 на 300 шлифованная. Ну вот, друзья, я с вытянутыми руками 2,5 метра в длину. Полок огромный. Парная большущая. И не только благодаря ее размерами, а еще вот этому здоровенному панорамному окну. Которое, кстати, друзья, установлено было здесь не просто так, а по задумке нашего заказчика. Потому что эта баня будет стоять прямо на берегу реки. И те пейзажи, которые будут наблюдать гости этой парной, и тепло от этой чугунной печки, будут создавать реальную атмосферу релакса. Так что, друзья, кому понравилась банька, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok